Продолжение следует... Сегодня мне хотелось бы развеять некое представление о технике Вайвейшн. То есть, с одной стороны, сейчас я озвучу основные постулаты этой практики. Я полагаю, что многие из вас здесь в этом формате дышали. А потом, после того, как я изложу основные постулаты практики Вайвейшн, я хотел бы вам дать некий повод для того, чтобы вы немножко поразмыслили над этим форматом и, может быть, согласились с моими новыми идеями. То есть, все, что сегодня я вам буду рассказывать, это некий пересмотр техники Вайвейшн. Итак, начну, собственно, с описания данной техники. Начну с названия. Техника Вайвейшн была создана Джимом Леннардом на базе достаточно известной техники ребёфинг. То есть, если посмотреть исторически, то как оно сложилось. Джим Леннард решил, что хорошо бы было адаптировать ребёфинг для индивидуального использования, чтобы любой человек мог использовать осознанное связанное дыхание как некий инструмент саморегуляции. И чтобы это можно было делать без ведущего, без инструктора. То есть, когда возникает потребность саморегуляции, когда возникает потребность достичь состояния комфорта, релаксации, ресурсных состояний, можно было бы лечь, сесть определенным образом, в определенном формате подышать. И когда цель будет достигнута, цель там одна, это, собственно, релаксация, комфорт, ресурс, выйти из процесса. То есть, Джим Леннард хотел создать некую технику, которая была бы инструментом, которую всегда где угодно можно было бы использовать как инструмент саморегуляции. И он пересмотрел подход к внутренней работе в практике ребёфинга. Если говорить о дыхании, то и ребёфинг, и вайвейшинг относятся к техникам осознанного связанного дыхания. Что значит осознанное? Сознание — это присутствие в настоящем моменте, присутствие в том, что происходит прямо сейчас. Тотальная осведомленность и включенность в то, что происходит. Что значит связанное? Связанное значит циклическое, то есть без пауз между вдохом и выдохом. Что являлось новацией Джима Леннарда? Он разработал некие постулаты, некие пункты, которые нужно реализовывать во время дыхательной сессии. Сейчас я эти пункты перечислю и дам на них некоторые комментарии. На самом деле, вот та последовательность, которую я буду выписывать, она по большому счёту не важна. Важно, что эти пункты образуют некую систему. То есть я могу поставить первый на место, как второго или третьего. То есть, ещё раз говорю, что последовательность не важна, а важно наличие пункта. И начну с пункта первого. Пункт первый — это полное или максимальное расслабление. Сразу хочется рассказать о этом пункте более подробно. То есть, какие могут быть бонусы или благо получены через полное расслабление. И вот, инсуя сразу такую табличку. Я надеюсь, на задних ли так видно. В этой табличке будет два контекста. Здесь будет контекст отрицательный или минус, зона не так. И здесь у нас будет плюс, это зона так. Как вообще психотерапия работает? Если говорить так, примитивно на уровне табуретки. Есть человек, он находится в неком дискомфорте, у него что-то не так. Сообразно тому, что он испытывает, у него возникает запрос, и он хочет перейти в некий позитивный контекст. То есть было плохо, хочется, чтобы стало хорошо. То есть, по большому счёту, большинство людей просто хочет перейти из области не так, в область так. И, соответственно, вот два смысловых ряда. Не так, там днинут. Напряжение. Если есть напряжение, то какого рода напряжение имеется в виду? Напряжение на уровне психической реальности, то есть, собственно, конфликт внутренний, и напряжение на теле. То есть у нас всегда психика с телом связана, пока мы живы, и всегда внутренний конфликт будет проецироваться на определённые группы мышц и на внутренние органы. То есть под напряжение подразумевается как наличие конфликта, так и то, что происходит с телом, сообразно конфликту. То есть дальше уровень это тело. Где есть напряжение, там всегда есть недоверие происходящему. То есть напрягаешь, недоверяешь. Где недоверие, там контроль. Где напряжение, недоверие, контроль. А там мы что-то побаиваемся. То есть там есть в той или иной форме страха. Соответственно, там же у нас тревожность. То есть по большому счёту, опять же, последовательность этих категорий не важна. Если есть хотя бы одна из этих категорий, присутствуют и все остальные. Соответственно, дальше у нас происходит сужение диапазона восприятия по всем каналам. То есть чем сильнее человек напрягается, тем уже его восприятие. То есть человек начинает видеть, слышать, нюхать только то, что является наибольшим раздражителем. То есть то, что для него наиболее значимо. Знаете, да, это пословица. У кого чего болит, тот о том и говорит. Или у кого чего болит, тот о том и говорит. То есть дальше сужение смыслных барьеров, отождествление с проблемой. И дальше человек попадает в позицию жертвы. То есть вот он расписал некий смысловой ряд, потому что жути нагнал. Проинвертируем теперь в негативный контекст, в сторону позитива. Напряжение. Расслабление. Недоверие. Доверие, вера. Контроль. Созерцание. Страх. Тоже два пункта. Смелость, любовь. Почему любовь? Потому что если мы можем рассматривать страх как некую максимальную форму отторжения или непринятия чего-либо, то вспоминаем определение любви. Любовь – это безусловное принятие с сохранением идентификации. То есть это инверсия отторжения и непринятия. Дальше. Тревожность. Ну, понятное дело, что покой. Сужение смыслных барьеров. Это расширение диапазона восприятия по всем тоналам. Отторждествление с проблемой – растрождествление или взгляд со стороны. Как я пишу здесь в тавычках – взгляд со стороны. И позиция жертвы меняется на позицию успеха. Важно уточнить, что когда мы говорим про успех, мы что имеем в виду? Успех – это когда достигаются поставленные цели, и получается удовольствие от достигнутого. Если цель достигнута, а удовольствия нет, значит, какой-то неправильный успех. То есть, если речь идет о бонусах полного расслабления, то получается весь список синего цвета. То есть, где есть расслабление, там есть доверие и вера, там есть созерцательность, там есть некая смелость, безусловное принятие как любовь, там есть возможность быть в состоянии покоя, там расширяется диапазон восприятия по всем каналам, там возможен взгляд со стороны, и все это является неким таким вот базисом или прологом успехов. Это вот, собственно, все бонусы полного расслабления. Следующий пункт — это объемное внимание. Что подразумевается под объемным вниманием? Когда человек присутствует в том, что происходит, когда человек сканирует все внутреннее пространство, пространство и психики, и тело, но сразу хочу оговориться, что а где у нас существует образ тела, опять же, то по психике. То есть, ничего, кроме психической реальности, по вашему счету, не существует. И говоря про объемное внимание, мы сразу можем вернуться к этой таблице. То есть, там, где есть расслабление, там по-любому будет расширение диапазона восприятия по всем каналам. Соответственно, это даст возможность получить тот самый эффект объемного внимания. То есть, чем расслабленнее человек, тем более объемное его внимание, тем более детально и четко он сканирует то, что происходит в его внутренней реальности. Третий пункт — активное доверие. Что тут разумевается под активным доверием? Ну, прежде всего, активное доверие самому процессу, в котором находится человек. Вообще, на мой взгляд, сложно быть в каком-то процессе и не доверять тому, что делаешь. То есть, это не доверяю сам себе, не доверяю своему процессу, не доверяю продукту своей деятельности. Вот здесь задача о том, чтобы, прежде всего, доверять самому процессу. Процессу «вайвейшн». Кстати, говоря о технике «вайвейшн», это своего рода неологизм. То есть, дословно, на русский язык этот термин перевести сложно, но смысл такой — это от латинского «vivo» и английский суффикс, который пишется как «teon», сочетается как «shin». То есть, переводится на русский язык как «празднование жизни», «жизнеделание» или «оживление». Ну, назовем это вот «активное доверие процессу празднования жизни». А празднование жизни возможно только тогда, когда мы получаем все бонусы, связанные с расслаблением. Вот здесь весь синий список есть. Надеюсь, пока понятно. Четвертый пункт — так называемая «гибкость контекста». Иногда в книжках вы можете этот пункт увидеть под названием «Интеграция в экстазе». По большому счету это одно и то же. Значит, под гибкостью контекста что подразумевается? Подразумевается то, что если мы рассматриваем минус, то всегда где есть минус, там есть и плюс. По большому счету реальность никакая до тех пор, пока каждый из нас ее по-своему не опишет. Как настроенный редактор реальности, так и будет формироваться ее описание. То есть реальность равностная — не хорошая, не большая, не позитивная, не негативная. То есть она равностная. Она станет позитивной или негативной только тогда, когда мы ее таким образом увидим и охарактеризуем. И гибкость контекста как раз подразумевает то, что если человек рассматривает какую-то одну полярность, то хорошо бы было бы, чтобы он рассмотрел другую полярность и принял бы внимание наличие обеих полярностей. То есть где есть минус, там должен быть плюс, где есть плюс, там есть минус. А по большому счету все равно. И пятый пункт, я его напишу другим цветом, синеньким. Он технологический. То есть это осознанное, связанное, то есть цикличное дыхание. Желательно без движения. Не обязательно без движения, а желательно без движения. В режиме активный вдох, пассивный выдох. Сейчас придется мне по каждому пункту отдельно пройтись. То есть что такое осознанное, связанное? Почему без движения? Тем или иным способом нарабатывать осознанность. Как лучше всего нарабатывать осознанность или включенность в настоящий момент? Через наблюдение за тем, что происходит в теле. И через наблюдение за состояниями. Таким образом можно уйти от ловушки вот этого внутреннего диалога. То есть осознанность и включенность в настоящий момент. Нахождение здесь сейчас в мгновенном точечном времени. Напомню, что точка это бесконечно малая величина. Дальше. Почему без движения? Потому что, посмотрим на пункт первый. Полное расслабление. Полное расслабление, оно касается всего, в том числе и процесса дыхания. Невозможен полноценный гипервентиляционный транс в режиме полного расслабления. Поэтому на подмогу здесь идет двигательная депривация. То есть представьте себе, когда человек длительное время находится без движения. Часовой на посту. Здесь я вспоминаю слова Бхагаваши Рожниша, он же Оша. Который говорил, что когда тело находится в движении, ум находит в покое. Когда тело находится в статике, ум находит собственное безумие. Вот. Поэтому здесь на помощь к не особо интенсивному дыханию приходит как раз вот это обездвиживание. И дальше на помощь к дыханию приходит собственно релаксация. То есть транс может быть и релаксационным. То есть не надо здесь все сводить чисто к дыханию. И активный вдох, пассивный выдох. Здесь я просто нарисую картинку. А как дышать в формате лайвейш? Прежде чем буду рисовать картинку, сразу напомню достаточно известный факт. Мы в большинстве случаев не замечаем, что у нас состояние всегда связано с дыханием. То есть если мы начинаем дышать глубоко и часто, то скорее всего мы или испуганы, или устали, бежали куда-нибудь, или удивлены. То есть у нас всегда наши чувства и эмоции будут связаны с дыханием. Удивились, допустим, вдох, задержка, потом отдышиваемся. Или испугались – другое дыхание. В покое – другое дыхание. Тревога – другое дыхание. То есть всегда состояние связано с дыханием. Но через изменение дыхания можно управлять состоянием. И какая идея дыхания в технике лайвейшн? Вот полный объем легких. То есть я так напишу. В – полное. Соответственно здесь у нас максимальный вдох по глубине. Здесь у нас полный выдох. Как дышат в формате лайвейшн, чтобы не нарушить пункт первый – полное расслабление? Дышат только в зоне комфорта. А именно – вот верхняя граница зоны комфорта. И вот человек делает вдох. Отслеживает, что если он дальше будет вдыхать, то пункт первый нарушается. Ни о каком расслаблении уже речь не идет. И тут же, поскольку дыхание неосознанно, то есть человек впречен в этот акт дыхания. Тут же расслабляются все мышцы, которые участвуют в дыхании. И сколько воздуха вышло – столько вышло. То есть воздух выходит сам. И как только человек отследил, что после расслабления воздух вышел сам. То есть здесь вот некая такая граница, назовем ее в камочках ноль. Тут же возобновляется вдох. То есть запускается то самое цикличное дыхание. То есть фактически человек дышит в этом формате, вот в этой вот дельте комфорта. Если рассматривать философско-психологическую метафору дыхания, то что получается? Получается так, что как дышим, так живем. Дыхание – это энергообмен с миром. Вдох – принятие, выдох – отдавание. Пауза между вдохом и выдохом – это пауза в энергообмене. Соответственно, если говорить про вот этот вот цикл дыхания в формате layvation, применительно вот к этой метафоре что получается? Я беру от мира с легкостью сколько могу взять, беру без напряжения, и отдаю то, что само собой от меня уходит. Понятно, да, эта идея? В отличие, допустим, от формата холотропного дыхания, где дыхание аутентичное. Я беру сколько хочу, я отдаю сколько хочу. Как дышится, так дышится, как Бог на душу положит. Здесь мы оказываемся только в зоне комфорта. Легко взял, отдал только то, что само от меня ушло. И через подобное дыхание… Чуть-чуть поясните, какая все-таки разница с холотропом? Ахолотропное дыхание… Смотри, мы сейчас можем рассмотреть как бы две основные ветви дыхательных технологий. Техники осознанного связанного дыхания и техники аутентичного дыхания. К техникам осознанного связанного дыхания у нас относятся вот эволюционно. Сначала ребюфинг, потом вайвейшн, потом с подачи психиатского техники свободного дыхания. И также некоторые контекстуальные практики, где используется осознанное связанное дыхание. Техники аутентичного дыхания – это другая кухня. Это холотропное дыхание и ДНД Козлова. Систематизация твоя? Систематизация, но я думаю, что она не только моя, но и с Володей мы эту тему тоже обсуждали. Потому что холотропное дыхание – это аутентичное дыхание. Смотри, холо-тропное, холо-целое, тропное движение к чему-либо. Целостность или холотропность возможна тогда, когда есть аутентичность. Когда достиг уже, а сейчас-то и не целостность. А мы же идем в эту сторону. То есть мы таким образом задаем вектор. Подискутируем еще на эту тему. Это громадная тема. Мы с Володей очень долго эту тему обсуждали. И даже целую таблицу систематизации дыхания или классификации сделали. Сейчас я упростил ее. Периодическая система элементов дыхания а-ля периодической системы элементов Менделеева. Она большая. Это матрица достаточно объемная. И там есть место для новых технологий. Что делать нельзя, чтобы не нарушать пункт 1 – расслабление? Нельзя. Даже кирпич такой нарисую. Правда, зеленого цвета. У шкарфового маркера нет. Нельзя залезать в остаточный объем воздуха в легких. Потому что по статистике получается, если контролируемый выдох, то чем более контролируемый выдох, когда есть мышечная активность при выдохе, тем больше шансов получить титанию или крокопедальный спазм, что в принципе одно и то же. То есть начинаются спазмы. Чтобы спазмов не было, а наличие спазмов уже нарушение пункта 1 – полное расслабление. Поэтому мы не вытесняем остаточный объем воздуха в легких. То есть вдохнули до зоны комфорта, расслабились, сколько вышло – столько вышло. И возобновляемся дыханием. Не додавливаем остаточный объем. Сюда не лезем. Соответственно, и сюда не лезем. Теперь, в чем здесь, собственно, пересмотр? Сейчас я вам рассказал про классику жанра. Пересмотр вот в чем. Все те пункты, которые Джим Бленнер озвучил, он свел к трем пунктам. Первый пункт – расслабление. Расслабление насколько только возможно. Сейчас вот это вот куда? А? Это вот почему сейчас? Значит, все вот эти пункты он свел к трем. Это его уже. Это его, его, да. Дальше. Пункт второй. Отслеживание самых интенсивных ощущений в теле. Это про объемное внимание, собственно, и про активное доверие. То есть я доверяю своему процессу, я сканирую все, что происходит во внутреннем пространстве. Отслеживание самых интенсивных ощущений в теле. И третий пункт – все в удовольствие. То есть все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы достичь того самого комфорта и несущности. То есть вот эти вот основные принципы, которые удобно держать в сознании, выполняя эту технику. Держать все, что я сказал раньше в сознании во время легкого транса – тяжело. Поэтому Леннер все свел к трему. Еще раз. Расслабление, отслеживание самых интенсивных ощущений в теле. И все в удовольствии. Получилось так, что где-то около года назад я делал обучающий фильм по технике Вайвейшн. И также достаточно часто проводил данный тренинг по технике Вайвейшн. И убедился, что людям сложно, особенно новичкам, удерживать два фокуса внимания. С одной стороны, на акте дыхания, потому что дыхание осознанное и связанное. С другой стороны, отслеживать самые интенсивные ощущения в теле. И я вспомнил о том, что Джим Леннерд был адептом буддизма. И, кстати, в отличие от Леонарда Ора, который все-таки был сторонником индуистского мировоззрения. И те идеи, которые он привносил, имею в виду Джим Леннерд, что он привносил в дыхании, как раз связаны с философией буддизма. В том числе, если посмотреть технологически, то то, что из себя представляет Вайвейшн с точки зрения, допустим, сутрического буддизма, как-то коррелирует с випасаной и анапаной. То есть есть наблюдение за дыханием. Но я посмотрел чуть дальше. Кроме сутры есть еще тантра и дзакчен. И в тантре и дзакчен есть такая практика, которая называется шиней. И в практике шиней концентрация на объекте происходит или на внешнем объекте. Ну, допустим, тибетская буква или свастика. Или это может быть дыхание, или это может быть звук. Но там один объект. И что пришло в голову? И это я обсуждал и с Володей Майковым, и со многими коллегами, даже со студентами. Пришла в голову такая идея. И зачем нам раздваивать фокус внимания? Отслеживать, с одной стороны, дыхание, с другой стороны, самое интенсивное ощущение в теле. Потому что фокус начинает скакать туда-сюда. Не все являются мастерами объемного внимания. И если говорить про человека начинающего, ему проще всего было бы сосредоточиться, как в практике шиней, только на дыхании. Тогда все эти симптомы, которые будут подниматься и разряжаться во время дыхательной сессии, они будут происходить, реализовываться в фоновом режиме. А человек будет сосредоточен только на дыхании. Если мы будем сосредотачиваться на отслеживании самых интенсивных ощущений в теле, мы, скорее всего, столкнемся с таким эффектом дополнительного погружения в травматизацию. С чем связаны симптомы? Наверное, симптомы – это не что иное, как проявление во время трансового опыта подавленного или вытесненного проблемного материала, который выходит из бессознательного на уровень сознания, минуя интеллектуальные ожидания человека. Соответственно, зачем нам фиксироваться на последствиях собственной травматизации, когда пусть они отрабатываются в фоновом режиме, а фокус внимания будет смещен просто на поддержание дыхания в зоне конкурса? То есть вот здесь. Вот такая вот идея, если быть кратким. И когда я обсуждал с коллегами, а как этот подход, как эту логическую, ну скажем так, продолжение теньки Вайвейшн можно было бы назвать. Долго-долго думали, как назвать, ничего не придумали, решили использовать, как вот в свое время Володя Козлов аббревиатуру использовал, ДНД – отдыхание музыкодвижения. Так же и здесь. Релаксация, концентрация, комфорт. То есть рабочее название вот этой версии техники Вайвейшн пока вот такое. И как показала практика, опять же, с живыми людьми, что действительно, если наша цель – это релаксация ресурсного состояния и комфорт, то есть смысл не фиксироваться на самых интенсивных ощущениях в теле, которые будут всегда меняться. Потому что всегда идет, как внутренняя работа, трансформация. А действительно сконцентрироваться только на удержании самого формата, то есть осознанное связанное дыхание в зоне комфорта. Тогда вся симптоматика, она не попадает в эту симптоматику, которая проявляется во внутреннем пространстве, она не попадает в фокус внимания. И в чем, например, идея практики Шеней, концентрация на объекте? В том, чтобы сконцентрироваться только на одном единственном объекте, чтобы все остальное не мешало. Когда у человека устойчивая практика Шеней, когда концентрация на одном объекте достигнута, и у человека очень устойчивая, тогда объект убирают. И тогда человек ни на чем не концентрируется. Но это уже следующая тема. Вот идея такова. Всего лишь один пункт, но он совершенно кардинальным образом меняет практику Вайлэкс. То есть, резюмент. Предложение. Вот этот пункт второй – «Отследование самых интенсивных ощущений в теле». Заменить на фокусировку на осознанном связанном дыхании в зоне комфорта. Активный вдох, пассивный выдох, желательно без движения. Кстати, практика Шеней тоже делается без движения. «Можно закрыть? Можно посмотреть?» «Меняем пункт?» «Меняем пункт?» «Отслеживание самых интенсивных ощущений в теле». Это классика. Это, собственно, устоявшийся миф о дыхании. На концентрацию только на осознанном связанном дыхании. Таким образом, да, симптомы будут подниматься и отреагироваться. Будет разрядка симптоматики. Но человек не будет погружаться в последствия своей травматизации. По последствиям травматизации не что иное, как наличие симптомов. Так гораздо легче. Один фокус внимания. Вот такова идея. Один пункт фактически меняет технологию. Я просил своих студентов, которые здесь в психоанализе учатся, просил, в некоторых случаях, тоже подышать в этом формате. В формате, где мы фокусируемся только на дыхании. Оказывается, это проще, особенно для новичков. Вопросы? Если предположить, что пункт концентрации на симптомах был нужен для того, чтобы что-либо сделать с этими симптомами, то получается, что при вашей технике они на фоновом режиме сами растворяются при релаксации и трансформируются сами собой. Идея скрыта в очень древней технике практики концентрации на объекте, которая называется шины. То есть я ничего здесь не придумал, я просто посмотрел, а что есть у адетов тантры и дзакченов, у лимонского. Спасибо. Скажите, есть ли замечательная такая практика шины, которая как бы сейчас оправдала? Она самая достаточная. Зачем тогда вообще Вайвейшн рассматривать? Сейчас объясню, разные цели. Потому что Вайвейшн – это техника саморегуляции, которая ставит целью комфорт. Прежде всего, релаксацию, комфорт, и вот все, что я в этом списке написал – это Вайвейшн. Практика шины ставит совершенно другие задачи. Практика шины – это одна из предварительных практик для адептов тантры и дзакчена, и направлена она на то, чтобы человек научился фокусировать свое внимание на одном единственном объекте, чтобы все остальное не отвлекало. Откуда возникла эта идея практики шины? И вообще, как она сама называется? Она называется концентрация или медитация на объекте и успокоение внутренних ветров. Под внутренними ветрами подразумевается обращение ума. Вот. Можно сказать… Так что внутри находится этой практики уже? Я бы здесь разделял, потому что одно – это аутентичная духовная практика, а это все-таки светская психотехнология. Здесь… Можно просто нам уже сделать продвижение, да, эволюционное… Вообще вот, честно скажу, для себя я использую шины. Для себя. То есть это просто адаптация для суциума, да? Совершенно верно, да, потому что не всегда и не для всех есть смысл переносить древнедуховные традиции на современную почву. Люди-то разные бывают, поэтому и богатое меню. Да. Спасибо, Георгий Борисович. Я бы хотел просто прекратить эти вопросы, потому что я бы хотел… Спасибо. 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 Спасибо.